когда в америку тебя спрашивают как у тебя дела никто не ждет что ты ответишь никому не интересно как у тебя дела над взятку кому-то дать русских границ и всегда немножко шире дозволенного и от этого они такие креативные а вот эти вот истории про то что в германии прекрасно в америке прекрасно у нас так плохо вот я ни разу не получила ответ что там так хорошо и что у нас здесь так плохо америка это вообще огромный пиар-проект россии не хватает пиара у нас безумное чувство ответственности я очень это верю потому что в россии столько возможностей люди не склонны же разбираться в деталях но у нас обычно медведи по улицам ходят и и минус 50 везде все куплено и все по блату виктория климова родилась и выросла в вильнюсе там же получила высшее образование по специальности пиар и маркетинг виктория много путешествовала но в 25 лет решила круто изменить свою жизнь и совершенно осознанно переехала в россию наша героиня построила здесь успешную карьеру и создала семью сейчас виктория живет в москве возглавляет пресс-службу лиги цифровой экономики и не собирается уезжать из страны почему в россии и у россии есть все кроме качественного пиара виктория добрый день добрый день как комфорт не на ты или на вы но ты конечно супер мик расскажи пожалуйста ты родилась в литве но твои родители этнические русские как вообще проходило твое детство моя мама из санкт-петербурга и 18 лет папа ее перевез из санкт-петербурга вильнюс тогда это еще был советский союз и границ не было как папа говорил тогда прыгнул в машину поехал в гости в питер то сюда было все очень близко и не ощущали власть не ощущались эти границы но для меня уже когда меня посвятили в октябрёнка в школе на следующий день это стало уже не актуальным поэтому в принципе я не помню себя в советском союзе для меня жизнь для тебя была всегда в европе мы ездили в польшу в германию часто и никаких границ именно со стороны европы никогда не ощущали но также я ездил в гости к бабушке с дедушкой в санкт-петербург сша очень часто говорят о том что после распада советского союза бывших республиках начиналось гонение на людей которые говорят по-русски на тебе это вообще как-то отразилось нет в литве точно этого не было я знаю точно своих друзей что это было в латвии в эстонии плитве нет я училась в русской школе и более того когда училась после в университете если кто-то говорил по-русски то все вокруг старались говорить тоже по-русски то есть получалось так что как на русском всем было веселее наверное общаться и комфортно и проблем с этим я никогда не чувствовал а насколько я знаю ты училась не только в литве но чуть позже еще училась германия расскажи вообще об этом опыте и есть ли разница между российским образованием потому что училась в русской школе петли на по русской программе до по российской если вообще разница в образовании европейском и российском до разница точно есть но во первых в литве 12 классов в германии 13 если ты учишься в гимназии то это 13 классов то есть германия школа оканчивает уже такие довольно взрослые тети и дяди к двадцати годам я поехала в германии в 15 лет папа просто предложил как хочешь учиться в германии на тот момент это звучало конечно же шикарно я ничего не понимаю сказал да я лечу и так и приехал в германию не зная языка первые месяцы я просто слушала ходила на уроки на немецком языке просто слушала на удивление через месяц я стала понимать через три месяца начала говорить без репетитора без нет в школе для таких как я были уроки немецкого языка то есть там 56 уроков а после у тебя еще там два урока немецкого языка но со мной видать я полиглот и не очень легко даются языки и поэтому я очень быстро стала понимать вообще что все говорят это конечно удивительный опыт но что касается уроков я очень быстро стала отличницей потому что ну невозможно изучать корень из числа полгода у нас как-то по российской системе на математика физика химия все на более высоком уровне не потому что там плохо там просто программа составлена по-другому то есть если ребенку не нужно глубокую не нужно глубокое изучение математики или физики то его не заставляют поэтому к мы когда мы изучали корень из числа полгода я искренне недоумевала и говорил что может мы чем-нибудь уже займемся потому что это как-то скучно например а такие науки как вот химия они там более были интересны для меня потому что все проходит на опытах там мало теории там в основном опыты тебя в этом вовлекают и это и довольно интересно но самое странное что было в германии это то что учителя вместе с учениками на переменке выходили покурить все стали в одном скверике и курили вместе и никто не делал замечание того к чему мы привыкли и это считалось абсолютно нормальным также германии нельзя списывать не потому что учителя как можно ну то есть вот я расскажу пример на уроке том же уроке химии значит написали контрольную я что-то там посмотрела и ко мне поворачивается немецкий мальчик говорит ты что списала я говорю да он больше так не делай я говорю почему нельзя он говорит я про тебя расскажу учительницы я говорю почему же ты про меня расскажешь то что это у меня не получается списывать меня ловят я бы ну давай я тебе научу списывать по-русски он нашел да наша школа давай он вот нет списывать плохо и вот все сами доносят друг на друга ну да это же не по правилам есть правило есть вот квадратик в который ты должен уместиться а если выходишь за грани квадратика это неправильно я не говорю что это плохо но вот для меня было крайне странно национальная разница наверное цельного характера каких-то обычаев устоев отношения к правилам для меня это крайне было неприемлемо что касается стоимости насколько дорогое образование в литве и в том числе в германии по отношению к россии ну смотри школа бесплатно есть платный школ так и бесплатно этажа как в россии но например меня удивляет то что вот у меня ребенок ходит в школу и в россии завтраки бесплатные а в литве такого вообще нет то есть за любое дополнительное образование надо платить за завтраки обеды платится и вот у меня подруги двое детей у нее два ребенка ходит в школу за все дополнительные образования она платит порядка 700 евро дополнительное образование это общепринято для нас для всех какие-то Дополнительные кружки, язык, танцы, рисование. То, что у нас у всех есть в школе. Вот сейчас в России можно остаться после уроков и заниматься. Бесплатно в России? В России, конечно, да, бесплатно. В ДК ты можешь записаться. У меня дочка ходила на бальные танцы. В Литве это вообще нет. То есть за любое движение вправо-влево от школы ты должен платить. У меня подруга платит порядка 700 евро за двоих детей в месяц. При том, что средняя зарплата 1500 евро. Я считаю, что это довольно большая сумма в сравнении. Если учесть еще, сколько они платят за коммунальные услуги, порядка 400 евро, то там ничего не остается. Если, например, один родитель, то это вообще становится невозможным. И по сравнению с Россией, это, конечно, большая разница. Вика, а у тебя при этом отличное образование. Ты разговариваешь на нескольких языках. И по большому счету ты, конечно, могла жить в абсолютно любой стране мира. Как ты оказалась в России? Почему вообще, собственно, Россия? Я переехала в Россию 25 лет. Это осознанный был абсолютно выбор. Потому что я прожила два года в Германии, затем вернулась в Литву, там училась. Пока училась в Литве, я ездила в Америку на полгода, там пожила. Тоже мне страна не очень понравилась. Именно из-за вот этих вот национальных особенностей людей. И все-таки русская душа, она просит театров, она просит общения с русскими людьми, одинакового понимания юмора, вот этой быстроты реакции, которой нету за границей, просто потому что люди не живут в тех условиях, когда им нужно быстро реагировать на какие-то ситуации. Мне, конечно, хотелось вот все время вот этого вот русского общения. И окончив университет, я приехала в Москву. Это был совершенно осознанный мой выбор. Знаешь, очень часто, вот ты тоже сейчас упомянула, русскую душу вообще очень часто говорят о русской душе. В твоем понимании, что такое русская душа вообще? Хороший вопрос. То есть мы все, да, правда, об этом говорим. Это искренность. Это желание помочь. Открытость. То есть когда в Америку тебя спрашивают, как у тебя дела, никто не ждет, что ты ответишь. Никому не интересно, как у тебя дела. А если у тебя в России спросили, как у тебя дела, то человек действительно интересный. По крайней мере, мне хочется так думать. И вот именно вот этой вот открытости порой не хватает за границей. А здесь ты вышла замуж за русского мужчину. Да. Расскажи, ну так я понимаю, что в принципе у тебя семья была русская, я так понимаю, что никаких проблем в плане быта вы не испытывали. Но может быть муж говорил о том, что Вик, да ну ее, Россию, может переедем все-таки? Нет, муж не говорил так никогда. Для меня на самом деле удивительно было, когда я перехала в Россию, что есть русские слова, которых я не знаю, то есть которые в обиходе в России, но за границей русские люди их не используют. И первые два года я учила порядка двухсот слов, которые люди говорят, я их первый раз слышу, и я говорю, что это? И все думают, что я издеваюсь, потому что я не понимала. Ну, например, с торца здания я не понимала. Или говорили, почему ты куксишься? И ты думаешь, это русское слово? Или наоборот, я использовала какие-то слова, мне говорят, это что? Я говорю, в смысле? Какие? Например, бурак. Бурак, бурачок. Это свекла. И, как я потом поняла, это взяли с белорусского. Просто Литва рядом с Белоруссией, и эти слова переходят. И уже русские люди, живя за границей, их используют. Либо используют неправильно, говорят, не езжай, а еть. И думают, что это нормально. Даже моя мама, которая из Санкт-Петербурга, она уже тоже так говорит, потому что вот за границей так говорят. Это было довольно забавно. Очень часто говорят о том, что на Западе средства массовой информации создают какой-то страшный образ абсолютно России. И многие европейские жители считают, что переезжать в Россию – это просто смерти подобно, что называется. Поэтому я и спрашиваю, может быть, твои родители чувствовали что-то такое, от чего там мурашки по коже. Вика, куда ты уезжаешь? Нет, 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 не вздумай. Нет, такого не было, потому что мама, повторюсь, в Санкт-Петербург, мы периодически ездили, было все хорошо. Но сейчас была такая история, что папа звонит и говорит, я тут услышал, что у вас за второго ребенка деньги платят. Врут же! Я говорю, да нет, не врут. Почему? Филиса первая платит. Я говорю, почему врут-то? Нет, все правда, добыть не может. Ну, значит, не всем. Надо взятку кому-то дать. Я говорю, пап, нет. Рожаешь второго ребенка, получаешь деньги, тратишь ее на образование ребенка, либо там на ипотеку, либо на еще что-то. Вот у меня, говорю, подружка воспользовалась. Я говорю, тебе больше скажу. За третьего, по-моему, дают машину, за четвертого кусочек земли даже. Папа не мог поверить, неделю не мог успокоиться с этой информацией. То есть в Европе вообще они себе такую представить не могут, что это возможно. А что-то еще удивляет родителей в русских? Удивляет, да, что несоблюдение правил. Главная история – это ограничение скорости, которое можно нарушить на плюс 20 км в час. Папа все время спрашивает мне, если у вас стоит знак 80, и вы все едете 100, почему же не поставить знак 100? Я говорю, ну, потому что все поедут на 120. И самое главное, что он скажет, спрашивает, почему? Я говорю, я не знаю. Ну, вот у русских так. Вот это вот, наверное, удивляет. А может, это какая-то наша отличительная черта, как ты считаешь? Я думаю, что точно. Мы такие во всем? Это вопрос, мне кажется, не в том, что там, как вы, русские не любят быстрые езды. Это скорее про то, что у русских границы всегда немножко шире дозволенного. И от этого они такие креативные, где-то умные, где-то быстрые, резкие. И от этого могут себе позволить, наверное, больше, чем прописано в каких-то правилах. Ты наверняка слышала сейчас очень много исследований, и по статистике большой достаточно процент людей, которые живут в России, хотели бы переехать куда-то на Запад. Вот почему так происходит, на твой взгляд? Потому что я всегда слышу одну фразу. Там же так классно. Я всегда задаю вопрос. Как? Вот расскажите мне, пожалуйста. Потому что люди, люди в России вообще ко мне всегда один и тот же вопрос. Ты говоришь на пяти языках? Говорю, да. У тебя европейский паспорт? Я говорю, да. Тебе не нужны никуда визы. Ты можешь ехать куда хочешь, работать где хочешь. Я говорю, есть одна страна, куда мне нужна виза. Это Белоруссия пока, а больше никуда. И ты живешь в России? Я говорю, да, и все говорят, что с тобой не так? Я говорю, со мной все так. Это мой осознанный выбор. Здесь хорошо. Люди, мне кажется, не знают, как там. А вот эти вот истории про то, что в Германии прекрасно, в Америке прекрасно, а у нас так плохо, вот я ни разу не получила ответ, что там так хорошо и что у нас здесь так плохо. Вот, видать, то ли мне так повезло в жизни, что у меня везде хорошо, но мне кажется, это выдумано на самом деле. Кем это выдумано, на твой взгляд? Ну, вот то, что связано с Америкой, однозначно Америка. Ведь Америка — это вообще огромный пиар-проект. Даже я, когда, будучи студенткой, мне очень хотелось поехать в Америку. И я не могу объяснить, почему, но я говорила, что мне надо срочно поехать в Америку. Я хочу, там, классно, там, хорошо. Вот я тоже попалась на эту удочку, значит, одолжила у папы денег, как принято это в Европе, и поехала по программе Work and Travel, там пожила. Через неделю я была готова вернуться назад, что мне сразу стало все понятно, но деньги надо отдавать, поэтому я все-таки доработала, что заработала, посмотрела и вернулась. Вот так же и здесь. То есть, мне кажется, люди слушают, верят, пиар работает прекрасно, рекламой занимаются у нас сейчас все, умеют это делать. И людям нравится слышать то, что они слышат. Но они этого не пробовали никогда. Я как пиарщик вообще абсолютно поддерживаю твои слова, и я всегда говорю, что Америка — это большой пиар-проект. И самое главное, чего не хватает России, опять-таки, на мой взгляд, если ты со мной согласна или, может быть, не согласна, России не хватает пиара. Однозначно. И тот пиар, который создается внутри страны, я думаю, что его вообще, в принципе, недостаточно. И, ну, может быть, мы к этому придем, как ты считаешь? Я очень в это верю, потому что в России столько возможностей, столько красивых мест, столько умных людей, проектов, всего на самом деле. Если это грамотно пиарить, то сюда не только будут местные приезжать, но и со всего мира. Чем же так привлекателен Запад? Давайте разберем два основных мифа. Миф первый — рай земной. Как верно отметила наша героиня, все дело в качественном пиаре. Западные СМИ, фильмы и сериалы создают некую идеальную картинку, в которую веришь, но лишь до тех пор, пока не видишь собственными глазами грязный Париж или крыс, которые наводнили весь Нью-Йорк. Второй миф — американская мечта гарантирована для всех. Если поверишь в себя и будешь работать, не покладая рук, то обязательно преуспеешь. На самом деле, американец, родившийся в бедном районе, имеет примерно столько же шансов на эту мечту, как и белый мужчина традиционной ориентации на бесплатное обучение в Гарварде. Спойлер — шансов почти нет. Ты, кстати, работаешь в крупной IT-компании, руководителем маркетингового отдела, правильно? Директор по маркетингу и пиару, да. Расскажи, пожалуйста, что происходит вообще в сфере IT в России? Насколько я понимаю, вообще российские айтишники, что называется, на вес золота, и многие западные компании чуть ли не стоят в очереди за нашими айтишниками. Так ли это или нет? Да, все верно. Я работаю в Лиге цифровой экономики. Она объединяет порядка 5000 сотрудников. И у компании сейчас открыто более 700 вакансий. Это показывает как раз-таки о том необходимости, какого количества людей нам надо. И мы постоянно ищем айтишников. И айтишники — это те люди, которые очень умные, образованные. Они делают лучшие проекты страны. Они занимаются цифровизацией всех процессов в государственных, коммерческих организациях. И двигают нашу страну, на самом деле, вперед. И ставят на один уровень с другими странами, такими же мировыми, но вообще на один пьедестал. Ты знаешь, вообще же ходят убеждения, в том числе среди айтишников, что нужно уезжать за границу, там больше платят, там все классно, там больше возможностей. Как ты считаешь, насколько эта легенда вообще оправдана? И можно ли заработать аналогичные деньги вообще в России? Конечно, можно. Все зависит от твоих знаний и возможностей. Айти-сфера — это сфера, где каждый айтишник, каждый человек может себя показать сам. Если ты будешь развиваться, если ты будешь учиться, делать новые проекты, участвовать в интересных проектах и больших, и государственно значимых, как ты знаешь, наверное, сейчас у нас есть программа по цифровизации, и можно заработать даже больше, я в этом уверена. У тебя есть вообще знакомые, кто уехал в ту же распиаренную силиконовую долину и добились там успеха? Вот прям, чтобы так добились успеха, я лично таких не знаю. Естественно, очень много таких примеров, и мы все знаем там мировых примеров, но это единицы. Над какими проектами вы сейчас работаете вообще? Мы параллельно работаем над очень большим количеством проектов каждый год. Ну, например. Большая часть из них — это проекты для государственных организаций, также мы работаем со всеми банками из первой тройки, с телекомом, мы работаем с ТЭКом, нефтегазом. Что делаете для них? Цифровизируем все их процессы от самых маленьких до масштабных изменений. А если простым языком? Я могу привести тебе пример, который будет связан с моим в Россию, как будто изменилось. Например, когда я приехала в Россию, соответственно, встал вопрос тем, на каком основании я могу здесь проживать. Мне нужно было получить сначала разрешение для проживания, потом вид на жительство. Я ходила в милицию тогда, стояла в очередях. Это было все сложно, было много бумажек, копий, заверенных, отнеси сюда, принеси сюда. То есть, на самом деле, 15 лет назад это было проблемой, это было тяжело. Буквально недавно мне надо было заменить документы. Я долго готовилась к этому процессу, думая, что мне опять надо будет пройти весь этот процесс, но тут я узнала о том, что теперь есть один миграционный центр в Сахарово, куда я приезжаю, куда я записывалась заранее через госуслуги, а не куда-то талончиком побежала, там что-то где-то отмечать. Я приехала в указанное время, меня приняли, все документы, все мои данные уже были в базе миграционного центра, я просто принесла оригиналы, эксперт посмотрел на мои документы, сверил их с тем, что есть, запомнил, я подождала 15 минут, после чего мне сказали, что через неделю приезжайте в указанное время и получите свои документы. Я не могла поверить, что это возможно, потому что с моим опытом 15 лет назад, конечно, все колоссально изменилось. Это как раз-таки пример цифровизации проекта, когда все документы, весь документооборот, все процессы, базы данных, все это сводится воедино, и для удобства граждан, и для иностранцев создаются такие центры, когда можно намного быстрее и проще оформлять все свои документы. А в Европе похожие центры существуют? Я думаю, что да, просто я не сталкивалась, так как я гражданка Европы, мне не надо было обращаться, но я уверена, что они есть, но к сравнению, я уж не знаю, с чем это связано, но система PayPass, например, в Литве заработала буквально пару лет назад. PayPass – это когда мы с телефоном можем расплатиться? Да. То есть когда я приехала в Литву, мне кажется, года четыре или пять назад, и как по обычаю хотела телефоном расплатиться, на меня все смотрели очень странно и говорили, а что вы делаете? То есть вам надо карточку вставить, а я думаю, ну так PayPass же. Они говорят, нет. И это у них сейчас новшество. Вот вам разница. Почему так происходит, что с одной стороны мы вроде как сильно оторвались вперед, а с другой стороны сами жители России думают, что мы какая-то отсталая страна? Не все, конечно. Ну вот, как мы с тобой уже сказали, во-первых, пиар у нас хромает в России, то есть надо бы все пиарить, плюс страна огромная. Вот меня всегда удивляет, когда сравнивают маленькую европейскую страну с огромной Россией. И никто не думает о том, как сложно управлять такой большой страной. Насколько она разрознена, насколько разрознены все процессы. И чтобы все собрать, на это нужно время, деньги, опять же, и умение, чтобы это все можно было воплотить в жизнь. Как ты считаешь вообще, к нам в Россию западные IT-специалисты стремятся? Я думаю, что хотели бы, но сейчас очень мешает вот этот анти-пиар России как страны в целом, и все санкции, и вот эта вся история. То есть люди не склонны же разбираться в деталях, они слышат вот этот шум негативный и не так относятся к стране, как бы могли относиться на самом деле. Я так понимаю, что ты много общаешься с европейскими партнерами в том числе. Что это за шум, который происходит вокруг нашей страны, скажем так, на Западе? Ну, не самое хорошее, это политика, то, что мы слышим так же, как и они. То есть я даже вижу по тому, как звонят мои родители, они послушают новости, звонят и спрашивают, как же мы тут живем. Я говорю, ну, у нас обычно медведи по улицам ходят и минус 50. А что конкретно спрашивают? Ну, мама говорит, что правда, что у вас там, не знаю, кушать нечего, если выехать за МКАД. Я говорю, мам, ну, вот, я даже не знаю, как на это реагировать, ну, потому что это же правда смешно. Я так понимаю, что выбор профессии тоже был сделан не случайно. Почему все-таки пиар? Я уже в университете изучала маркетинг и пиар, направление это было в Международной школе бизнеса, поэтому я работаю как раз-таки там, где я училась, и мне очень нравится это направление, а сейчас, так как у нас такая большая нехватка IT-кадров, пиар еще очень, и маркетинг в целом в компании, он сейчас больше направлен на внутрь компании, нежели вовне, как классический маркетинг. Мы очень сильно пересекаемся с HR и работаем на то, чтобы наши сотрудники себя чувствовали комфортно, чтобы им хотелось быть с нами. У нас даже есть такой лозунг сейчас лига – это твой стиль жизни, то есть это больше, чем работа. Но мы все проводим на работе очень много времени. Хочется, чтобы мы его проводили комфортно и хорошо, и также мы привлекаем сотрудников. Поэтому маркетинг, он стал таким широким, и начиная от самого простого сотрудника в компании до топ-менеджмента, то есть охватывает всех и вся. И это такой живой организм, который растет вместе с компанией. Мне безумно нравится то, что сейчас в компании более 5000 сотрудников, и мы ставим планы, что у нас будет в два раза больше через несколько лет. Это же прекрасно. То есть мы вместе можем создать эти условия для всех, чтобы нас становилось все большее, чтобы мы не хотели уходить из этой компании, расти и развиваться вместе. И самое главное – делать проекты для всей страны, которыми мы сами потом будем пользоваться. Это же прекрасно. Почему тогда при выборе профессии ты выбрала все-таки Россия? В России я могу, как я считаю, дать что-то новое для компании и помочь ей развиваться. И это очень круто, потому что если я пойду в Европе работать директором по маркетингу, то, скорее всего, мне не дадут так развиваться. Мне поставят жесткие рамки, у меня будет жесткий бриф, которому я должна буду следовать. Шаг в лево, шаг в право нельзя. Нужно сделать так, а не как иначе. План на пять лет прописан жестко, и мы идем по нему, следуем, достигаем KPI, и мы молодцы. И вот я вот, когда это все проговариваю, мне уже скучно. Мне хочется, чтобы вот как у русских, так же, чем отличаются русские, я вспомнила хорошую вот фразу, у русских всегда все горит, у нас всегда все горит. Другой вопрос, почему, на это тоже есть свое объяснение, ну вот мне нравится, когда горит. Оно горит, мы решаем, мы бежим, мы делаем, мы улучшаем, там, тут, здесь, и у нас получается в последнюю секунду, оно ведь получается, и хорошо. И вот этот драйв, вот это ощущение, оно прекрасно. А почему у нас все горит? Всегда. Это уже другой вопрос, на который у меня нет ответа, но я думаю, что все-таки это, наверное, связано, опять же, с нашей национальной чертой. То есть мы любим брать на себя очень много, потом у нас безумное чувство ответственности, мы не можем ничего отпустить, и, соответственно, мы берем больше и больше, делаем это все больше и больше, и, естественно, нужно сделать только хорошо. А в Европе как-то все размерено, то есть есть план, если что-то не успевается, относится на другой год. У нас, мне кажется, такое невозможно. Может, с точки зрения бизнеса это, наоборот, хорошо, когда у тебя есть план, все четко, понятно, ты растешь, развиваешься, чем вот в огне? Нет. На листе бумаги это выглядит прекрасно, но когда вопрос приходит к тому, как заработать деньги и сделать оборот, мне кажется, вот тут возникает большой вопрос. А как же все успеть? Как же заработать так, чтобы хватило каждому сотруднику на зарплату? Как же сделать так, чтобы сделать проект вовремя, что проекты государственно значимые? Государство не будет ждать, пока у нас будет план. У нас вот сейчас два года пандемии, и когда случилось это несчастье, нужно было срочно начинать внедрять определенные системы, которые позволят работать компаниям удаленно. Удаленно, например, нанимать людей, общаться с людьми, проводить конференции, мероприятия те же, маркетолог занимается мероприятием. Стал вопрос, как же проводить онлайн-мероприятия на тысячную аудиторию. И в этих условиях приходится очень быстро подстраиваться и меняться. Тут никакой план не поможет. Если бы ты на подобной позиции работала в европейской или американской компании, зарабатывала бы больше? Не уверена, потому что, смотря, конечно, в какой стране, я думаю, в большой американской компании, конечно, но если мы берем, например, среднюю европейскую страну, то точно меньше. То есть даже аналогичная компания была бы в Европе и зарабатывала бы меньше? Я думаю, что довольно сложно было бы выйти на этот уровень. Твои коллеги западные сколько в среднем маркетологе, пиарщике зарабатывают? У меня подруга в Литве зарабатывает порядка двух тысяч евро. Из них какой процент она платит, за что там? За коммунальные услуги? Я думаю, что коммунальная она платит порядка четырехсот евро. У нее двое детей и не так много остается. Вот чтобы сидеть отдохнуть, это прям челлендж для них. И как часто? То есть вот люди в той же Литве или в Германии, например, каким образом они живут? То есть они в кредитах, закредитованы у них ипотеки? Что происходит вообще? Знаешь, последние несколько лет такая история, что в Литве разница между бедными и богатыми очень сильно выросла. То есть есть определенный класс людей, которые очень богаты, а все остальные, есть ощущение, живут немножечко вот где-то ближе к бедным. А как вообще в Литве с социальными лифтами? То есть например, ты родился в бедной семье. У тебя есть возможность стать там супер богатым человеком? Я думаю, что почти нет. Я не представляю себе, как это возможно. То есть ты должен быть супер уникальным, придумать что-то уникальное. И скорее всего такой человек уедет развиваться куда-то в другую страну, в более богатую страну. А если говорить о России, ты видишь социальный лифт? Ну здесь тоже не так все просто. Мне кажется, вообще нету сейчас в мире страны, где прям все просто. Мне кажется, мы все там жили. Но возможностей однозначно побольше. А какие возможности видишь в частности в IT, например? Ну, во-первых, Россия большая. Людей много, компаний много, проектов много. И так же, как и государственных и частных. Можно участвовать в тендерах, развиваться лично. Можно... Вы работаете с ребятами из регионов, например? Есть какие-нибудь суперпрограммисты из региона? Конечно. У нас очень много офисов. Они все разрознены по всей России. И есть даже офисы в СНГ. Поэтому у нас порядка трех тысяч сотрудников работают не в Москве. А как к вам попасть вообще? Ну вот, например, сидит... Вот сижу я, например, Маша какая-нибудь там в Магнитогорске, например. Очень хочу работать у вас. При этом у меня есть внутреннее понимание, что везде все куплено и все по блату. Как мне к вам попасть? Очень просто. Можно зайти на сайт компании. Там есть раздел для новичков, для профессионалов. Можно зайти на сайты поиска работы. Там тоже мы представлены. Можно найти должность, которая тебе нравится и податься на нее. А вы сразу пишете? Можно удаленно, да? Конечно. Можно податься на ту должность, которая тебя интересует. Можно просто прислать свое резюме. И наша кадровая служба обязательно его обработает. И если человек подходит, предложит ему подходящий проект. Также компания проводит различные стажировки. Компания открыла свою академию лиги, где мы учим молодых, переучиваем уже взрослых людей, которые, например, хотят сменить работу. То есть можно пройти стажировку и по окончании стажировки успешно получить оффер от компании. Можно работать удаленно, можно работать в офисе, можно совмещать, как вам хочется. То есть компания сейчас настолько делает удобные условия для ребят, что можно этому позавидовать. И даже если ты хочешь работать удаленно из дома, компания тебе домой пришлет технику, даже стол со стулом, если такового у тебя нет. И ты получишь подарочки за то, что ты в нашей компании начала работать. То есть компания забудется одинаково обо всех, в любой точке нашей страны, неважно, ты дома, в офисе. Бывают такие случаи, что руководитель никогда лично не видит сотрудника, общается, например, только посредством Зума и переписки. Это тоже возможно. А западные специалисты работают у вас? Ну, такие как я, то есть я же иностранка, и у нас таких порядка 100 человек в компании есть. Поэтому если человек может официально, имеет право официально работать в России, конечно, он может работать в этой компании. Но вообще какие-то западные специалисты хотели бы поработать? То есть как часто вообще западные специалисты присылают резюме вам в компанию? Ну, я не отвечу на этот вопрос, потому что я не кадровейк, но я думаю, что в связи вот с этим общим фоном сейчас, конечно, не часто. Хотелось бы почаще. То есть западная пропаганда, она все-таки делает свое дело? Конечно. А те коллеги, которые типа тебя, экспатов, живут вообще в России, что они говорят о жизни здесь? Все хорошо, нам нравится, потому что если бы это не нравилось, мы бы здесь, наверное, не жили. Я однозначно не хочу никуда уезжать, меня все устраивает, и моя жизнь, мой быт налажен, и все в порядке. За последнее десятилетие стоимость экспорта компьютерных услуг из России существенно выросла. По статистике Центробанка только за 2020 год эта цифра достигла 5 миллиардов долларов. В вопросах цифровизации мы становимся все более независимы от иностранных рынков. Уровень развития отечественных технологий и сервисов по некоторым направлениям стал настолько высок, что опередил западные аналоги.